В начале 70-х годов в Советском Союзе изделили автомобили такие как Москвич 408 и 412 модель, ГАЗ-24 Волга, ГАЗ-69 и УАЗ-469. В 1970 году на волженском автомобильном заводе выпускаю автомобиль ВАЗ-21 МОЛАДИН, легендарный «Жигули» или «Копийка». ДИНАМИЧЕСКАЯ МОЛАДИН, легендарный «Жигули» или «Копийка». Запрашиваем! Докладно. Десячным моим гостем jest ВАЗ-2101. Если ктось спрашивает вас, скот та назва «Копийка» и почему она появилась, то нужно перейти до истории. ВАЗ-2101 был создавлен 11 квитня 1970 года. Волгаевский автозавод, в скрете ВАЗ, подписал 4 лет назад умову с Волгим концерном «ФИАТ», а конкретно на модель «124». И на подлодке «ФИАТа» «124» были развиваны модели «Жигули». И тогда «Волоси» постановили присосовать свой продукт до радzieских норм. Змодернизировано все. Додано новый силник. И так указано в 1970 году. По-первых, это версия предлифтовая с 1970 года, а по лифт был производитель от 1974 года до конца продукции. Сильник, который нападал эту «Копийку», был oczywiście standardовый «1.2» о мощи 58 кони. Даже была версия «1.3», но это уже совсем другая байка. Развивал мощь 60 кони. Появилася даже версия с силником «Ванкла» о значении «2.1.0.1.9» о мощи 120 кони. Появилася в версиях «милицийных». Сильник звеньшено до 1.5 дмс. И о мощи 71 кони. И те были версии «милицийные». И этот сам силник, о полейности 1.5 дмс. Был монтowany уже в «Вазе» «21.03». Ну, добре. Час пройти до «стилистыки». Запомнилаем додать, что «копийка» взялася с названием от «пиньедзе», которые с такими… Ну, «радзийским» «отповедникам наших грошей». А «жигули» то… То си взялася с названием «з гур», которые лежат в России. Добре. Час до «стилистыки». Если chodzi о целую «стилистыку» этого самохода, то мы «стычность» с «Виатом 124». И это очень хорошо модернизировано. Сначала мы можем увидеть характеристические «клы». Так, как мы видели в «ДОЖИХ ПИАТА» в первой серии. Здесь есть напис «ЛАДА» «1200». То есть «ЛАДА» и «Поемность силника». Такие были присыланы на экспорт. А, если кто-то имел модель, например, не только «Копийка», еще была также «Нива», то видел радзийскую регистрацию. Если кто-то имел такую радзийскую регистрацию и здесь написано «Серлицом», то этот модель именно из серии росйской. «Легендарные советские автомобили». Вот эта серия росйская. Сейчас мы идем на бок. Модель. Модель очень хорошо выполнен. Здесь также есть написание «ЛАДА» «1200», р.70. И тогда, в 1974 году, прошла модернизация, где эти «клы» зникнули. «клы», 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 «клы». «клы». «ЛС», «к�對» «класс», «класс», «класс» « jard», estilo лаз», «land». ええ, «лаз». а не стей, поэтому может быть это бунт производителя, но это не изменяя факту, что это версия экспортная. Этот черный цвет был самый популярный в этом модели, потому что на снимках или в фильмах из Белого Звездка Родицкого то я там видел в белом, в небе, в желте, в зеленом и в маловании милиционном, но это тоже изменяя факту, что этот цвет был самый популярный в этом автомобиле. В середине мы видим фото без загулок, так как типовые для родицких хаута с 70-х. То самое, как канапа, но и так, она будет хорошо выполнена, потому что они помалованы. И мы видим прэнткость. Не знаю, что будет хорошо видно. О, я вам покажу. смогут на sırтree. Сейчас так видно. Здесь такая, здесь такая с длинные. Ващущая, была такая милика лежала. Такая была Of course, в состоянии этого года. И два черного цер coastа сacking за рукой. Раз, два, два черного цвета. А вấuане они присутствуют для пайсового, потому что они и fall. Sometimes, они готовились для этого цвета с snowи SmithK60, потому что вычерочки были хромованы, а потом уже в следующих моделях в стопировании на такие черные. И что мне не подходит, потому что они должны быть хромованы, а не черные. Копийка официально закончена в 1988 году. Из вооружаевских закладов самолетов выехали понад 4 млн. экземпляров. Понимаете? 4 млн. экземпляров. През старого Фиата. Это было на теле, если говорить о копийке. Подписывайтесь на наш канал. И я надеюсь, что до конца вакации доберем 400 подписчиков. Я с вами жегнам. До новых встреч.